Депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова провела в Люберцах выездное совещание. Вместе с министром культуры и туризма Московской области Василием Кузнецовым, депутатом МОСОБЛ Думы, Дмитрием Дениской и главой округа Владимиром Волковым, она посетила Центральный парк и два учреждения культуры. Тему продолжит наш корреспондент. Первая локация – детская школа искусств номер 3 в поселке Вуги. В конце 2018-го здание, построенное 70 лет назад, закрыто. Последний раз здесь проводили капитальный ремонт в 1975 году. Там стоял рояль, и здесь дети как-то пытались танцевать. Вот, это также был хореографический класс, но вот оттуда идёт трещина от фундамента до крыши. Всех детей, а в школе занимаются 570 человек, перевели в расположенную рядом общеобразовательную школу. Но занятия на музыкальных инструментах мешают учебному процессу, а классов на всех не хватает. Решение о капремонте учреждения дополнительного образования уже есть. В Министре ГОРБ есть только программа 87,5 миллионов. По нормативу, который с мафом утверждён, это нормальная сумма. А дальше, если будет корректировка, значит, будут увеличения и так далее. А госпрограмму уже включили? Уже включили. Потому что у нас давно таких нет. Уже включили, с нашим согласовали, 25-26 год. Масштабная реконструкция коснётся и Люберецкого дворца культуры. Летом здесь заменили входные группы, расширили фойе, отремонтировали на первом этаже коридор и хореографический класс. Но капитального ремонта в здании 1961 года постройки не было ни разу. В следующем году по программе Министерства благоустройства будет сделан парк в один или два этапа. И понимаем, что, конечно, у нас остаётся дом культуры, Люберцы. И мы видим, какой запрос есть. Он до этого не стоял в программах по капремонту. Но сейчас, конечно, задача, которую мы обсуждаем, подумать, как комплексно подойти к такому большому участку, чтобы все учреждения, которые находятся на этой территории, конечно, были достойны и были приведены в порядок. Уже в общественной приёмной партии «Единая Россия» парламентарии передали участникам СВО оргтехнику. На просьбу бойцов откликнулись сразу. Я обратился буквально дня три назад. Помощь оказана очень быстро. Принтер нам нужен для распечатки тактических карт формата А3, и печатывания боевых распоряжений, и также благодарности в этом плане. На приёме граждан, которые провели депутат Государственной думы Алла Полякова, министр культуры Московской области Василий Кузнецов, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и глава-люберец Владимир Волков, обсудили более десяти вопросов. Капитальный ремонт школы искусств, поддержка детских театральных студий, увеличение стимулирующих выплат работникам культуры. Были различные вопросы, но все они касались вопросов объектов культуры, ну и всё, что связано с деятельностью работников культуры. Все уходили в отличное настроение, потому что получали на свои вопросы ответы, понимание, как эта проблема будет решаться. Ну а мы, как депутаты, вместе с Дмитрием Валентиновичем, возьмём всё это на контроль и будем вместе осуществлять всё задуманное, чтобы жители и городского округа Люберца, и нашего Подмосковья получили новые объекты и могли развиваться в творчестве и в культуре. Все обращения жителей зафиксировали и взяли в работу. Многие решили на месте. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение.